Приморские бадминтонисты привезли награды с первенства России среди юниоров. Соревнования проходили в течение четырех дней в Казани. Воспитанники Приморской спортивной школы оказались сильнейшими среди 250 спортсменов из 22 регионов России. Так Владимир Шепеленко со своим напарником из Санкт-Петербурга в финальной встрече в трех партиях обыграли пару из Москвы. Наша женская пара также отличилась. Дарья Радченко и Валерия Маккавеева завоевали золотые медали. Радченко также стала бронзовой призеркой в одиночном разряде, а Шепеленко и Маккавеева взяли бронзу в миксте. По словам тренера юношеской сборной России по бадминтону Николая Николаенко, из-за удаленности нашего региона, к сожалению, бадминтонисты из Владивостока не часто бывают на разнообразных турнирах. Но победы наших игроков в очередной раз показали, что Приморская школа является одной из лучших в стране. Открытая и бесплатная тренировка по трикингу пройдет во Владивостоке. Городская федерация этого вида спорта в зале стадиона «Динамо» проведет так называемый «открытый ковер». Для профессионалов это возможность оценить общегородской уровень подготовки, чтобы понять, над чем работать к соревнованиям. Для новичков такие сборы – это шанс получить советы и рекомендации от опытных тренеров. В отличие от частых у нас джемс-сессий, «открытый ковер» всегда проходит без вносов со стороны участников. Федерация трикинга Владивостока проводит такие тренировки с 2009 года. Их задача – познакомить атлетов разных школ друг с другом, отметить какое-либо событие, либо проанонсировать какое-то мероприятие. Проанонсировать трикингеры Владивостока решили и запуск проекта на краудфандинговой платформе по оборудованию в будущем специализированного зала для трикинга. Прийти попробовать себя в этом виде спорта можно будет 11 декабря в 13.00. Легенды хоккея обратились к губернатору Приморья с просьбой не менять название концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Члены ветеранского клуба во главе с легендарным советским хоккеистом и тренером Александром Якушевым хотят, чтобы историческое название сохранилось. Понимая коммерческий характер идеи о переименовании спортивного комплекса, но учитывая заслуги легендарного хоккеиста, а также широкую известность данного объекта под именем «Фетисов Арена», просим вас по возможности разобраться в сложившейся ситуации с целью сохранения исторического названия спорткомплекса. Сейчас Ледовый дворец носит имя олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Он был одним из создателей местного хоккейного клуба. Однако еще в конце ноября в пресс-службе «Адмирала» пояснили, что организация с недавнего времени развивает и другие зимние виды спорта, поэтому привязка имени Вячеслава Фетисова в этом случае теряет смысл. Как бы то ни было, в клубе заявили, что выбор нового названия останется непосредственно за болельщиками. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.